Сарен, сарен, с вами Эри Ран, и я придумала название для этой рубрики, она будет называться Кипоп Джем или просто Джем. Я часто сохраняю какие-то ссылки для того, чтобы почитать интересняху попозже, либо открываю и думаю, это то, что я хочу обсудить с Айвиками. А Рэм спросил Вишенку о том, что так давно интересовала Арми, а теперь, мне кажется, интересует еще больше. И это касается его первой любви. Как это произошло? Во время одного из выпусков Ран у них было задание, что-то там концептуальное, им нужно было в течение 15-20 минут записывать какие-то свои идеи в блокнот, а потом сделать презентацию. Он представился как Ким Тихен и как раз собирался начать свою презентацию, когда А Рэм прервал его. Подобно шумному ученику, интересующемуся личной жизнью своего учителя, А Рэм в шутку попросил Ви рассказать о своей первой любви. Ви глубоко вздохнул и поджал губы, когда услышал шутку А Рэма. С большим терпением он весело проигнорировал сказанное А Рэмом и продолжил свою презентацию, как будто ничего не произошло. Арми, которым интересно узнать о первой любви Ви, и если она у него есть, возможно, придется подождать еще одного случая. Раз была такой реакцией, значит действительно что-то было, и мальчишки об этом знают. Какой она должна быть для того, чтобы очаровать нашего Тихенчика, учитывая, что наш Тихенчик очень-очень сам по себе неординарная, необычная личность с довольно интересным мировоззрением. На Йон из Твайс уже много лет страдает травмой ноги, но вы бы никогда не догадались об этом. Опять же, перевод у меня гуглом, поэтому если он корявый, сори, но суть мы поймем. На Йон из Твайс иногда случаются какие-то не очень хорошие ситуации касательно ее левой ноги. Левой, да, левой. Поклонники спросили ее, почему у нее такие слабые ноги, и она раскрыла душераздирающую причину этого. О, это было потому, что я очень сильно поранилась в автокатастрофе, когда была юной. Я повредила левую ногу, поэтому моя левая нога такая, но я благодарна, что все еще могу ходить. Она не просто может ходить, она такие штуки на сцене показывает. Это большая нагрузка на ноги. Теперь со сознанием этого факта мы можем посмотреть на Найон немножечко иначе. Как видно на этой гифке, Найон боролась с ногой с самого детства. Вот, смотрите, видите, она спотыкает, бедненькая. Короче, жалко мне. Когда она потеряла равновесие во время финальной позы. Как будто, правда, ее нога перестает ее слушаться, когда она упала на сцене. Вот представьте, какая хореография. Это нагрузка на колени, вообще на все, на суставы, на короче. Непонятно, и ничего удивительного, что она после этого падает. Когда она споткнулась во время поклона. Ну да, тут в принципе можно потерять равновесие. Но учитывая ее проблему, когда она слишком сильно наклонилась в сторону. И она продолжает так мило улыбаться, как будто ничего не произошло. И знать, ну, я думаю, что она просто к этому привыкла. Тогда ее ноги подкосились. Бедненькая зайка. Когда она упала на стул. Не удержалась. Когда сана поддержала ее. Оп. И такая еще подбодрила. Типа, все хорошо. Когда ее колени неожиданно подогнулись. Независимо от того, насколько она устала и насколько сложной может быть хореография от Вайс, она всегда идеально исполняет свои выступления. Ей даже удается одновременно петь и танцевать, как будто это самая легкая вещь в мире. Найон не позволяет травме ноги остановить ее. И это, несомненно, достойно восхищения. Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Умничка большая. Хюнин Кай из TXT рассказал о своем идеальном типе. Вам интересно? Мне очень. Совсем недавно он ответил на вопрос поклонника о том, какой у него идеальный тип на Виверс. Вопрос. Идеальный типаж ОП? Ответ. Думаю, я бы мог ответить на этот вопрос, Лоу. Если честно, на самом деле у меня нет точного описания идеального типа. Но это кто-то, с кем я могу смеяться вместе. И этот человек должен быть честным со мной. С точки зрения внешности, я правда не знаю. Если бы я что-то выбрал, я предпочитаю короткие волосы длинным. Вот так вот. Хюнин ему нравится. А насколько короткие? Ребят, скажите мне, пожалуйста, короткие это сколько? Это типа прям короткая стрижка под мальчишку? Или это типа каре? Или это там ниже плеч, а не как у Рапунцель? Что? Как это понимать? 18 визуально потрясающих моментов в музыкальных клипах кип-поп, которые являются настоящими шедеврами. Будем сразу смотреть на эффекты, не буду читать. А вот этот вот момент, где она распыляет, вот я забыла, как эта штука называется, вот эта пыль. Здесь вся гифка не отображает красоту в клипе, это лучше видно. Да, это очень круто. В совокупности я люблю, я уже говорила, вот этот вот бэкграунд темный, который выделяет более сочными, делает цветами фигуры. Когда это все в четкой картинке, плюс ко всему вот такое слоумо и движение грациозной лисы, ее пальцы, это вот дымка и ее волосы, плюс этот полуоборот. Но на самом деле это очень круто выглядит. Момент, когда Джин приближается к статуе в Блатс в Этентерс, ну это тоже уже легенда, я абсолютно согласна. Это очень чувственно, и чувствуется, насколько режиссеры постарались над тем, чтобы добавить химии, химии в клип. Не Джина со статуей, а это уже, знаете, такое дело ассоциаций каждого, плюс ко всему там же смысл, смысл, смысл. Где Бэк Хо из Ньюистов тянет меч по полу? Надо будет пересмотреть, кстати, прикольный клип, я на него снимала реакцию. Что в овца снов? А, короче, это, наверное, про Dreamcatcher. Тут такой перевод. Да, момент вот этот, где она падает на кровать, и мир переворачивается, действительно, это очень круто, и прям аж мурахи идут. Сцена на балконе в Icon. Этот сценарий любви, этот как его, лав сценария. Да, прикольно, где она движется, и они вот в этих кадрах, как будто бы это одним кадром снято. Но, если честно, сама вот эта вот штука, которая двигалась и крутилась, она двигалась с рывками, и это немножечко портит. Но момент этот, на самом деле, я запомнила, это один из таких моментов, которые у тебя сразу ассоциируются с клипом. Так, фейерверк в Seventeen, oh my. А, где они такие пуляют, и там на небе взрывается. Прикольно. Я тоже помню этот момент, но он у меня как-то не сильно отложился. Вся атмосфера в клипе Ayo Last Night. Мне тоже нравится этот клип, и он немножечко подчеркивает ее индивидуальность. Отличную от того, что мы привыкли видеть Аyo Аки, фею нации. Прикольная она, прикольная. Невероятная эстетика в Shangri-La Vix. Да, да-да-да-да-да-да-да. Я вообще люблю, когда работы сняты вот в таком стиле, и это на самом деле очень красивый и чувственный клип, я согласна. А, где они, звездочка лежат, да-да-да-да-да. Опа, опа, класс, класс. На взлетной площадке для этого аэропорта, о господи, для вертолета. Я не буду сильно останавливаться. Приятная водная сцена у DSX Stop The Rain. О, я этого не помню. Не помню, не помню. Ну, наверное. Это твит Те Йон крупным планом из I Got 2. А, опять же, тоже не помню. Клип стопудово видела. По названию не запоминаю, но не знаю. Веселая игра в пинбол у The Boich. Кстати, этих мальчишек вот как-то впервые, они для меня выделились, как-то отделились от общей массы групп, которых я не знаю. Как раз-таки после этого клипа мне он очень нравится, он очень заводной и снят прикольно. Я согласна. Сцена остановки шоу, короче, это у нас Ери в Red Velvet Bad Boy. Bad Boy, так уж и называлась. Это один из моих любимых клипов у девочек. Да, и, короче, кругом такой снег-снег-снег, и она на этом круге, или на этой лодке, которая, ну, как бы для лета, для моря, да, для бассейна, что-нибудь такое, но окей. Сакура, Мина, Вчера по Твайс. Я не помню этого момента, если честно. Водопад в Фейкваф. Мне кажется, в Фейкваф очень много сцен, очень много. Особенно вот эти вот все эпичные сцены, где со сникерсами, где водопад, где пламя в комнате Юнги. И даже тот же водопад, где локации с Чонгуком, и что там. Ну, короче, там много было всего прикольного. Выражение лица Хани в Дидидив и Экс Айди. А, типа она улыбается, а потом резко бумс и становится такая криповатая. Да, сцена криповая. Ага, в Пауэр Эксо Бэкхёна. Там у нас идет переход на другую песню. В конце отличается от всего вообще, от эстетики клипа Пауэр. И действительно, это такой достаточно памятный момент. Он, с одной стороны, странный. С другой стороны, из-за того, что он странный и не до конца понятный, он становится еще более интересным, завораживающим каким-то. Поза Мунбель. Мама Му в Эготистик. А что в позе? А, типа она, ну я не знаю. Тут прикол в том, что она очень ровно держит спину или то, как она сидит на этом месте, что? А, ну просто, типа, приятно для глаз. Ладно, хорошо. Туп, согласно. Вот все татуировки Чонгука из BTS и их значения. Ну тут не все татуировки, я уже просматривала эту статью, хотела кое-что рассказать. Вдогонку всем тем, кто писал в комментариях под новостями, мол, типа, было бы неплохо узнать значение татуировок Чонгука. Или, например, мне не нравится глаз, это меня пугает. И вот здесь есть некоторые пояснения, но, опять же, здесь рассматриваются не все татуировки Чонгука. Давайте коротко пробежимся. Во-первых, у него есть надпись из трилогии Хваян Йонг Хва. Хваян Йонг Хва это The Most Beautiful Moments in Life. Это трилогия альбомов. И с этой трилогией, которая посвящена юности, связан взлет BTS, и он действительно трогательный, максимально отражает душевное состояние парней, которые все еще пребывают в юности и хотят быть вечно молодыми, оставаться в этом состоянии, собственно, особенно Чонгук, который, по сути, с самого детства уже работает артистом и живет не по канону, не так, как проживают в жизни молодые люди его возраста. Поэтому эта значимая фраза Хваян Йонг Хва это китайский, это китайский, как это называется, ханджа, да, ханджа, символы ханджа. Дальше, у него есть микрофон. Ну, тут написано, что это как раз-таки связано, ну, является отсылкой к тому, чем он занимается. Знак рукой, вот это вот. И на языке жестов переводится, как «Я люблю тебя». Также это часто показывают рок-звезды. Дальше, знаки армии на костяшках буковками и также щит армии, логотипчик. Ну, тут все понятно. Пурпурное сердце. Ну, пурпурное, я не сильно пойму, пурпурное оно или нет, но, наверное, да, возможно, это можно считать отсылкой к особым сердечком BTS пурпурным. Переплетение слов «экс». Там, значит, у нас важны какие-то фразы для Чунгука написаны. Одна – заготавливайте стены, пока светит солнце. Ну, тут как бы совет от такого умудренного жизнью аджущи или аджумы, которые уже повидали и такие молодежи советуют. Хорошо. А вторая – тут перевод, правда, такой. Я думаю, что именно смысл был в дивизии жизненном Чунгука «Лучше умереть, чем жить без страсти». То есть это тоже у него написано на руке, по идее. 06-13 – это дата дебюта BTS. Тоже у него есть. Вот здесь вот на руке хорошо видно. И глаз, который всех так пугал. Недавно он сделал татуировку с глазом, которая бывает частью рисунка, который он когда-то нарисовал. Поклонники также считают, что это могло быть связано с его песней «Your eyes tell». Вот так вот. Это не просто глаз какой-то девушки, которой уже вдруг некоторые начали ревновать, или типа просто глаз как что-то пугающее. Это часть его рисунка, его видения или видения его вселенной, которая была отображена, и он просто перенес это в виде рисунка. Значит, это действительно имеет для него какую-то ассоциативную значимость, ощущение мировоззнания себя или еще чего-то. Конечно же, здесь про многое не упоминается, из того, что мы уже знаем, да, какие-то буковки. Тем не менее, кто знает подробности о татуировках Чонгука, все-все-все или многие, пишите. Это будет интересно. Возможно, когда-нибудь я соберу эту информацию, из того, что мы видели, и организую в отдельный такой разборный ролик по татуировкам Чонгука. Я, наверное, на этом закруглюсь. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы оставаться со мной. И для меня, в принципе, это важно 15 миллионов. Подпишитесь, пожалуйста. Буду вас просить до потери пульса. Вчера одна лапа написала в комментариях, что целый год уже смотрю, только заметила, что не подписана. Sorry. Проверьте, пожалуйста, подписаны вы на канал или нет. Саран-саран, с вами была Ари Ран. Я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.